Человек, который сменил имидж ради сегодняшнего мероприятия и заплел потрясающий фоссер. Встречаем! Евгения Клочкова, губерный директор и ее на столе успеха! Добрый вечер, дорогие коллеги! И с праздником не поверли? Устали? Нет? Ну вообще тогда супер, потому что на самом деле, кажется, все знаешь, ничего нового, никакой лидер вам рассказать не может. А вот так послушай шарповую историю, и вот так капелька какая-то вот, что-то новенькое, раз, и вас сподвигает на новые и новые вершины, на новые результаты. На самом деле я волнуюсь, и такое волшебство стоять сегодня на этой сцене, в этот день, в этот праздник, среди такого огромного успешных лидеров. Я вас всех еще раз поздравляю и желаю сразу вам новых высот, не останавливаться на том уровне, который сейчас у вас есть. И правильно говорят, и сегодня уже говорили, что все у нас в голове, да, и когда мы думаем, что мы что-то можем, что-то не можем, мы правы. И в первом, и в втором случае, да, все зависит только от нас, и, возможно, очень многое. Я еще раз представлюсь для Жени Клочкова, в команде у меня 30 директоров, и моя история вполне обычная. Родилась и выросла я в Башкирии, может быть, здесь есть из этого ребенка люди. Всем привет. Там закончила школу с медалью, в 16 лет уехала в Москву, закончила институт, тоже с дипломом, с красным, работала в банке на не очень любимой работе. Вышла замуж, родила ребенка. Ну и я та самая мама в декрете, особенно кто работает через интернет, да, целевая аудитория, то есть мама в декрете, которая искала для себя возможности. Где заработать, чем заняться, ну, с пользой и для кошелька, да, скажем так. Занималась я и фотографией успела, выучить с ним на фотографа, одежду продавала детскую, ну, в общем, много чем. У меня подруга познакомила с сетевым бизнесом, другой компанией. Уже в 16-м году я пришла в Faberlic. С самой компанией я знакома со школьной скамьей. Вот сегодня 25-летие, а первый тоненький каталог я видела еще, вот, когда училась в школе. И, наверное, оттуда пошел такой стереотип, что сетевой бизнес – это про подработку, не про большие какие-то деньги. Но пришла, тем не менее, сюда я за деньгами. То есть сегодня говорили, да, вот это одно крыло. Второе крыло уже в процессе пришло. То есть когда у меня появились партнеры, которым я тоже помогаю расти, появилась вот эта идея, что заработай сам, помоги другому заработать и увеличь свой доход. Ну а смотреть на моих коллег, моих партнеров, которые сегодня тоже, да, немалым составом здесь в зале, которые поднимались на сцену, которые получают свою славу, свои чеки, свои достижения. Исполняет свои мечты, но это вообще, это для наставника высшее счастье и награда. Наверное, для этого уже мы потом работаем, когда у нас появляется доход, чтобы уже люди могли повторить. Конечно, сначала я не думала, что у меня будет такая команда, и что я буду так стоять на сцене, что у меня будут такие доходы. Тем более, наверное, ну, вот если вы согласны, кто-то, наверное, из вас тоже слышал, как я в свое время, такие фразы. А что ты там ковыряешься? Ну разве это какое-то серьезное занятие, что это за ерунда? Чем ты занимаешься? Я, на самом деле, вот, когда пришла в бизнес, у меня даже семья не знала, чем я занимаюсь, потому что поддержки не было. И когда уже пошли первые доходы, я понимала, что система работает, просто нужно количество действий, да, прибавить. Тогда уже вот рассказала, да, раскрылась, вот, и тогда уже семья по-другому на меня посмотрела. Мы купили трехкомнатную квартиру в Подмосковье, в Пушкино, я из Пушкино, сделали ремонт, купили второй автомобиль. И такая вот история, даже такая маленькая, звонит друг мужа вечером и говорит, а можно мы в гости к вам придем? Муж говорит, что, сейчас, что ли, прям, ну, как бы, ночь почти на дворе, он говорит, ну, мы ненадолго. Ну, ладно, приходите. Они пришли посмотреть, убедиться, что действительно мы купили второй автомобиль. А у нас перед домом стоит там Кео, Соренто, рядом новый Лексус, вот мы тогда купили. И друг мужа, мой, конечно, как мужчина, да, он говорит, ну, у них такие глаза удивленные были, потому что они сомневались, они не верят. И он говорит, а откуда деньги, вы же только вот это купили, вот это сделали. Ну, потом мы переехали в дом, да, вот мы чуть меньше года, сейчас живем в коттедже, построили дом. И опять-таки люди не верят, что вот этими вот руками, да, две руки, голова у нас у всех, можно на клавиатуре наклацать параллельно там с испытанием детей на вот такие вот блага. Поэтому, когда у меня спрашивали, а как ты зарабатываешь, а что ты делаешь? Я иногда теряюсь, я говорю, ну, знаете, я вот так с людьми общаюсь, с приятными информацией даю работу. То есть сложно это или просто вот эти все действия делать, интегрируйте в свою жизнь, это каждый решает сам для себя. Хочется вам 40 лет ходить на работу от заката до рассвета, не видеть семьи и так далее? Ну, пожалуйста, можно ходить. Тем более, вот, пандемия, да, сегодня уже про много говорили, про многие моменты. Ну, потому что мы все лидеры, мы все, у нас очень схожие моменты, лидерные вот эти, которые у нас в нашем бизнесе происходят. Вот пандемия, сегодня тоже про нее говорили. Она познакомила людей с удаленной работой, да, люди многие по-другому посмотрели, что можно через интернет дома работать. Кого-то посадили из офиса, ну, в общем, по-другому, да, я тоже пришла в интернет-бизнес, в пижамный бизнес, как я его называю, с дыркой на голове, в пижаме дома сидишь, удобно, дети рядом, да. Вот я вторую дочерь родила, тоже уже будучи серебряным, серебряным директором Фаберли, открыла серебро, золото, рубина, будучи бременными даже, получается. И, то есть, все возможности вот это, они у нас, вот эти у нас с вами одинаковые. И мои главные инструменты с самого начала были, да, телефон, компьютер, тем более сейчас, да, мир меняется, и можно вообще даже компьютер убрать, только телефон. Ну и, знаете, что еще? Человеческое общение. Мне вот, моя команда не даст соврать, некоторые говорят, Женя, ты как мама. Потому что, ну, мало, наверное, просто дать информацию, надо найти подход, подобрать нужные слова. Все же мы люди, мы все очень разные. И не зря говорят, что сетевой это бизнес с человеческим лицом. Поэтому, ну, вот как-то вот так, да. И что на самом деле нужно нам для результата? Конечно, вы все знаете, да, пригласить человека, партнера. Любым удобным способом, какой вам дали. А, далее, что мы делаем? Я приглашаю всегда на бизнес и на возможности, на деньги. Ну, сама, потому что я на них пришла. Далее, работаем с возражениями, да. Я в своей команде, своим партнерам говорю, вы когда суть работы объясняете, когда отрабатываете какие-то таракашки, да, которые у людей в голове, вы пропускаете через себя. Вот вам понятно, что вы пытаетесь донести? Если вам понятно, отлично. Скорее всего, вас тоже услышат. Дальше ваш партнер заматерирован, тоже хочет работать. Нужно дать, конечно, ему рабочий способ, чтобы он что смог сделать? Что? Ваш партнер, вас повторить правильно, дублицировать правильно, потому что в этом-то и весь смысл. Добавляют сюда технические возможности. Чаты, рассылки, разные сервисы автоматизации, вебинары, да, обучающие ролики. Ну, то есть про многие вот эти моменты онлайн работы сегодня уже говорили. Мы тоже проводим те же вебинары на Телеграм, можно в группе ВКонтакте проводить прекрасно. То есть мы составляем объявления, прописываем, какие вопросы разберем, приглашаем команду. Конечно, есть и командные вебинары, есть и индивидуальные, где мы разбираем какие-то действия, намечаем план, корректируем, таракашки разбираем, дружимся, в конце концов, индивидуально вот с партнерами. Далее, да, у нас получается рекрутинг налажен, партнеры вас повторяют. Что мы сюда добавляем? Личный бренд, про который тоже сегодня уже говорили. Подробно останавливаться не буду, я веду личный бренд и в YouTube, и в соцсетях, то есть пишу посты, снимаю видео и везде транслирую возможности, возможности, которые дает нам с вами компания. На самом деле, секрет успеха, он прост. Любить то, что мы с вами делаем, верить в это, да, но и самое главное делать. Не слушайте, когда будут говорить вам, что что-то не получается, что-то невозможно, потому что я очень много так слышала вот этих вот фраз. Посмотрите на тех, кто смог. Вот оглянитесь на соседа, назад, вокруг, ну, на свои структуры. Нас так много. Значит, и дальше тоже можно расти. Я верю, что в каждом человеке есть лидер, он в нем живет, иногда просто нужно немножечко протрястись, разбудить, подтолкнуть, чтобы этот лидер пошел вперед и за собой повел свою команду. Да, бывают взлеты, бывают падения. И это тоже нормально. Самое главное не останавливаться и продолжать и делать. Делать то, во что вы верите. Никогда не решайте за других людей. Давайте шанс каждому человеку. Порой люди удивляют, и от того, от кого меньше всего ждешь, они как раз-таки вот и начинают вас повторять. и порой даже там, ну, поражают ваше воображение как наставник. Ну, что этот человек делает? Какая она умница? Я, конечно, очень благодарна наставнику. Надеюсь, она в зале, они в зале должны были быть, по крайней мере, да, за то, что меня привели в мир Фаберлик. Я благодарна компании за заботу о нас с вами, за возможности, которые она нам дает. И я благодарна своей команде, которая сегодня тоже в этом зале, за то, что они в себя поверили, за то, что они где-то в меня поверили, за то, что они делают. И, конечно, я передаю им привет. И именно вот этого вот я вам всем желаю. Большой, дружной, мощной команды, а значит, мощного результата. Спасибо. 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 Спасибо.